девчонки всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу сделать урок макияжа мою идею макияжа для новогоднего вечера для новогодней ночи так что если вам интересно то давайте приступим я хочу обратить внимание больше на макияж глаз поэтому мы сейчас быстренько пройдемся по лицу первым делом мы нанесем тональную основу закрепимся пудрой нанесем консилер под глаза и также откорректирую овал лица ну а теперь займусь я бровями и глазами в первую очередь и расчешу брови такой вот щеточкой и затем заполню их карандашом в данном случае у меня карандаш от мак брови я буду делать поярче так как сам сам по себе макияж будет очень яркий и кого мы делаем макияж все-таки для новогодней ночи для какого-то праздника да возможно это будет какая-то дискотека либо клуб вот поэтому макияж должен быть ярким после того как заполнила карандашом растушевываю щёточкой перед тем как начнем делать макияж для глаз обязательно воспользуюсь праймером для век это у меня от benefit благодаря ей тени у нас будут держаться долго поэтому обязательно ее используем совсем немножко наношу на глаза и пальчиком растушеваю первое что мы сейчас будем делать будем вырисовывать складку века для этого мне понадобится темный два темных таких вот коричневых оттенка из палетки floor more p0 45 сначала беру оттенок который посветлее более такой коричневый и теперь маленькой кисточкой будем вырисовывать мнение возьму кисть карандаш и начну все растушевывать в зону под бровью я нанесу вот такой вот матовый светлый оттенок из той же палетки и за главное уделить достаточно времени макияжу чтобы очень хорошо растушевать все линии этого это смотрелось очень красиво и чтобы вид был законченного макияжа они доделанного я немножечко вот кисточка для растушевки набираю еще немножко теней этого же темно-коричневого цвета и прохожусь следующий этап мне нужно заполнить полностью все подвижное века по рисунку линии которые мы сделали белым карандашом если у вас есть белая база то можно воспользоваться ею не спеша вот такими вот стрижками я заполняю движное века и и подкажу теперь поближе к линии хочу сделать ее более четкой так же вырисовываю а-ля стрелочка теперь беру плоскую кисть беру опять же этот светлый оттенок матовый и закрепляю карандаш тенями теперь еще раз пройдусь по коричневой линии но уже темным оттенком очень очень аккуратно вот так и этой же кистью немножко растушевываю теперь снова растушую все пушистой кисточкой теперь займемся нижним веком для нижнего века я буду использовать абсолютно те же самые оттенки коричневого беру кисточку карандаш и просто более темный коричневый наношу на внешней части века а более светлой нанесем во внутреннюю часть теперь там где мы нарисовали карандашом белый участок мы его будем заполнять шиммерными тенями а здесь уже вы смотрите как какие тени подходят под ваш наряд какой цвет вам больше нравится но главное чтобы это были очень блестящие яркие тени я буду пользоваться вот такими вот розовым оттенком из палетки бобби браун они очень шиммерные очень красиво переливаются поэтому ими я и воспользуюсь но я буду пользоваться ими не в сухом виде а смочу немножко а кисточку водичкой тенями мы закончили теперь нужно нам нарисовать красивые стрелки а я воспользуюсь для начала а сделаю контур стрелки с помощью подводки от лореаль точнее это я буду использовать кисточку от этой подводки и воспользуюсь обычными черными матовыми тенями вы нарисую стрелку затем уже поверх линии из теней а я нанесу вот такую вот подводку от benefit так что погнали еще я дорисовала стрелку вот здесь вот во внутреннем углу глаза сделала более такими кошачьими мне кажется отлично и теперь я ресницы лучше конечно же наклеить накладные ресницы тогда макияж будет смотреться просто вообще вау вот я ресницы я посмотрела у меня не нашлось ресниц таких чтобы они были густые такие знаете пышные вот поэтому я ресницами пользоваться не буду а просто очень 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 тщательно прокрашу ресниц использовать я буду два вида туши первая то у меня будет вот такая вот от lancome и 2 будет вот такая вот от мебели для то что от мебели на у меня уже заканчивается там практически ничего нет но я щеточкой все равно прохожусь по ресницам таким образом они хорошо расчесываются укладываются и совсем немножко все-таки продукта на ресницах остается первый слой готов теперь второй слой тушью от lancome давайте мы немножко почистим зону под глазами а потому что все равно тени имеют свойство осыпаться для начала я кисточкой что смогу уберу затем воспользуюсь таким вот корректором от мак и хорошо хорошо работаю эту зону наношу и сразу же растушевываю глазки готовы как видите глаза получились довольно яркие а поэтому губы я накрашу какой-нибудь такой нейтральной помадой и я наверное воспользуюсь своей помадой от шанель она такая вот нюдовая и не будет слишком выделяться ну вот и все макияж готов девчонки пользуйтесь я надеюсь такой макияж вам понравился мне кажется он идеально подойдет для новогодней а вечеринки всем огромное спасибо за внимание мы увидимся с вами очень скоро следующем видео ставьте огромные пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем пока пока и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok